За 12 лет отношения Москвы и Брюсселя, России и Североатлантического альянса НАТО видели многое. Эти изменения касались в первую очередь поведения Владимира Путина, который то пытался строить стратегическое партнерство с НАТО в 2010-м, то обвинял НАТО в расширении зон влияния, как это произошло в декабре 2021-го. И вот сейчас, лето 2022-го года, саммит НАТО в столице Испании, в Мадриде, постановляет, Россия несет реальные угрозы системе международной безопасности на всей планете. И приходит к выводу, Россию нужно сдерживать, Россию нужно наказывать за поведение, которое она демонстрирует в отношении Украины. Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, то вы должны полностью поддерживать ее главную первую мишень. Это не война России только против Украины, это война за право диктовать условия в Европе. Президент Зеленский сегодня говорил о старых советских турникетах в киевском метрополитене. Здесь, на саммите НАТО, турникеты новые и открыты всегда проходишь, и не боишься, что они вдруг захлопнутся, в отличие от киевских метрополитеновских турникетов, которые могут закрыться, как сказал Зеленский, если не заплатишь. Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро. Они открыты, а когда ты подходишь, турникет закрывается, пока не заплатишь. Разве Украина еще недостаточно заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Что же тогда еще нужно? Что же, что дичь и потребует? В кулуарах журналисты встречают президентов на этом видео. Президент США Джо Байден идет на рабочие встречи, но говорить с прессой готов только после завершения саммита. А президент Литвы Гитана Снауседа готов ответить на наши вопросы. Господин президент, вы слышали обращение президента Украины Владимира, и он просит у стран НАТО дополнительной оборонной помощи. На ваш взгляд, достаточно ли такой помощи для Украины? И что члены НАТО могут сделать, чтобы обеспечить всем необходимым? Я хотел бы подчеркнуть, что очень важно быть уверенным в том, что скорость принятия решений должна увеличиться. Да, мы понимаем, что Украина остро нуждается в технике, особенно в тяжелом вооружении. Но иногда процедуры, бюрократические процедуры, которые занимают так много времени, что невозможно оказать эту помощь в кратчайшие сроки. Как выразился мой дорогой друг президент Зеленский, следующий саммит НАТО мы проведем в Вильнюсе, Литва. И выразил надежду, что, возможно, на следующий день он сможет присутствовать на нашем саммите НАТО лично. Этот саммит в Мадриде исторический для Швеции и Финляндии. Как обстоят дела с Украиной? Мы не видим того, что НАТО готово предоставить Украине членство без карты. Возможно ли вступление Украины в НАТО без карты? Потому что сейчас стандарты НАТО внедряются прямо на поле боя. Вас воодушевляет наше недавнее решение в Совете Европы, потому что мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове. И это открытый вопрос. Я отмечаю в своем выступлении, что выводы Бухарестского саммита 2008 года все еще остаются жизнеспособными. Литовский президент говорит о Бухарестском саммите 2008 года. Там НАТО объявило о том, что двери для Украины открыты и пообещали Киеву план действий по членству или ПДЧ. Или, как говорит журналистка, карту действий. Но на дворе уже 2022 год, а Украина по-прежнему не в НАТО. Президент Украины упрекнул Альянс за такую нерасторопность и попросил больше оружия, чтобы победить московские силы. Сегодня мы сталкиваемся с эпохой стратегической конкуренции. Мы видим, что углубляющее стратегическое партнерство между Москвой и Пекином и растущая напористость Китая и его политика принуждения граждан имеют последствия для безопасности союзников и партнеров по НАТО. В новой десятилетней стратегии НАТО Китай фигурирует как системный вызов для ценности, безопасности и интересов членов Альянса. Почему так? Отвечает генсек. Китай существенно наращивает свои вооруженные силы, включая ядерное оружие, издевается над своими соседями и угрожает Тайваню. Инвестирует значительные средства в критически важную инфраструктуру, в том числе в союзных странах НАТО. Китай ведет мониторинг и устанавливает контроль над своими гражданами с помощью передовых технологий и занимается распространением российской лжи и дезинформации. Китай не наш противник, но мы должны быть четко ознакомлены с проблемами, которые создает сегодня Пекин. Генеральный секретарь НАТО говорит, что эта война, как и большинство других, закончится за столом переговоров. Но важно, чтобы Украина смогла получить соглашение о мире на своих условиях, говорит Столтенберг. Поэтому все внимание сейчас к полям сражений, а о тыле уже побеспокоились Соединенные Штаты. Мы будем продолжать корректировать нашу позицию на основе угроз в тесной консультации с нашими союзниками. Здесь, в Испании, мы будем работать с нашими союзниками над увеличением эсминцев ВМС США, дислоцированных в Испании с 4 до 6 эсминцев. В Польше мы создадим постоянный штаб для 5-го армейского корпуса США. Мы будем поддерживать дополнительную ротационную бригаду, которая составляет 3000 истребителей и еще 2000 человек боевой команды здесь, в Европе, со штаб-квартирой в Румынии. И мы увеличим наше ротационное развертывание в странах Балтии и отправим две дополнительные эскадрильи F-35 в Великобританию и разместим дополнительные средства противовоздушной обороны и другие возможности в Германии и Италии. Друзей Украины на саммите НАТО большинство. Если президент штатов объявил о ленд-лизе, то лидер Польши, похоже, говорит только и всегда об Украине, переживает, поддерживает, живет проблемами соседнего дружеского государства. Это в первую очередь недвусмысленно, потому что, пожалуйста, помните, что сегодня наибольшую военную поддержку Украине оказывает государство НАТО, Североатлантического Альянса. Особо подчеркивается, что Украина нуждается в еще большей военной поддержке, когда речь идет о дальнобойной артиллерии, а также о системах противоракетной и противовоздушной обороны. И я верю, что страны НАТО будут продолжать оказывать эту поддержку Украине. Саммит прошел под лозунгом общего единства, принятый в состав Финляндия и Швеция, а это значит, что границы НАТО расширяются, в том числе та часть, которая соприкасается с Российской Федерацией. Помощь Украине продолжается и увеличивается. Политическая поддержка не только декларируется, но реально воплощается в жизнь. Это все яркие сигналы трансатлантического единства, поддержку и развитие независимой, суверенной, демократической Украины. Из Мадрида Алексей Мацуко, Виталий Сизов специально для телеканала Юэй.